Беспилотник жужжит, как рой недовольных пчел. Однако такой звук, по словам амурских биологов-охотоведов, не пугает дальневосточных аистов. Аппарат предназначен специально, чтобы исследовать гнезда редких пернатых. Главная преимущество для нас, это то, что с помощью него можно подняться от 20-30 метров и до 2 километров высоты. При этом мы можем, находясь на более-менее доступной территории, отправлять его на расстояние 1,5-2 километров от себя. То есть уже экономится время, ресурсы в учетчиках. То есть мы можем уже больше территории охватить с помощью учета и собрать необходимую информацию. Аист занесен в Красную книгу России. В 10 южных районах Преамурья, где удалось подсчитать пернатых, насчитывается порядка 600 аистов. Исследовать популяции птиц непросто. Они селятся подальше от любопытных глаз человека, на высоких деревьях и опорах лэб. Раньше до гнезд на электроопорах ученые не могли добраться. А чтобы посчитать птиц на дереве, приходилось использовать фотоаппарат на удочке. Такому вторжению в личное пространство аисты были не рады и пытались прогнать незваных гостей. Раньше гнезд аистов приходилось обследовать почти вслепую. Сейчас то, что видит гексокоптер, видят и ученые. Через пульт управления и специальные очки. Кроме того, беспилотник оснащен GPS-навигацией и при необходимости может сам вернуться к месту запуска. На приобретение технической новинки для Амурского социального экологического союза деньги выделил Всемирный фонд дикой природы. Устройство стоит порядка 180 тысяч рублей. Аист является достаточно редкой птицей. Это одна из наиболее редких птиц мира. 3-4 тысячи особей по разным оценкам. Но сейчас результаты наших наблюдений, десятилетних, позволяют предположить, что численность аиста растет. Но для того, чтобы точно оценивать численность этой птицы, нам необходимо знать точно количество птенцов, которые вылетают из каждого гнезда. Эти данные необходимы для планирования дальнейших мероприятий по сохранению аиста. Аистят по осени орнитологи не считают. Птицы давно покинули свои гнезда и улетели зимовать в Китай на болото у реки Янзы. В их отсутствие ученые тренируются управлять чудом техники. И уже следующей весной железная птица станет частым гостем в гнездах пернатых. Василина Садовенко, Александр Лисенюк. Альфа новости. Продолжение следует...